Сегодня в Молдавии завершаются дни российского кино. Кинематографисты из России привезли в Кишинев несколько новых фильмов. Помимо этого был организован ретроспективный показ кинокартин «Молдова» фильм 50-х-70-х годов прошлого века, ставших классикой мирового кино. Из Кишинева репортаж Елены Пахомовой. В Кишиневе высадился звездный десант, сценарист Аркадий Инин, Чита Стриженовых, актриса Лариса Удовиченко и режиссер Алексей Учитель, который на открытии фестиваля представил свой фильм «Край». Кино ходит редко, а уж тем более, я думаю, в Молдавии российский фильм – это совсем уникальное событие. Когда приезжает сразу несколько лучших фильмов, да еще актеры, участники, режиссеры, мне кажется, это очень важно. Очень важно для того, чтобы и мы понимали друг друга лучше, и знали, и даже пусть какие-то фильмы не нравятся, но все равно это процесс, который необходим. Теперь будем ждать неделю молдавского кино в России. Российские кинематографисты привезли в Молдову как новые, так и уже нашумевшие картины. По словам организаторов фестиваля, все фильмы яркие и неожиданные. Жанр социальной драмы представлен такими лентами, как «Елена» Андрея Звягинцева, «Стальная бабочка» Рената Давлетьярова, «Географ-глобус» пропил Александра Верединского. Киноиндустрия оживает, и наряду с сериальчиками, которые мы смотрим по телевизору, которые нам навязывают смотреть, душа требует хорошего, серьезного кино. И вот это кино появилось, и мы его показали. Контрастом с серьезным драмом стала комедия «Моя безумная семья», снятая тем же Давлетьяровым. Исполнительница одной из главных ролей Лариса Удовиченко признается, на первом просмотре смеялась. Но до комедии на все времена фильму чего-то не хватило. Там все больше все-таки текст смешной или действие смешное уже просчитанное, что вот над этим будут смеяться, отдал цветы, тут же забрал цветы. Уже смешно. А вот перед тем, как забрать цветы, вот эта пристройка цветам, как их забрать, ах, не то и отдал. Что же делать? Удобно, неудобно? Нет, все-таки заберу и извинюсь. Вот это то, что называется, бессловная такая игра, реагирование. Вот мне почему-то этого не хватило. Помимо показов новых фильмов производства России, в рамках фестиваля прошли и мастер-классы корифеев российского кино. Кинематографисты двух стран смогли обменяться опытом. В рамках Дней российского кино прошел ретроспективный показ шедевров Молдова фильм. Это воспоминания о великих временах для молдавского кинематографа. В те годы снимались десятки фильмов ежегодно. Но сейчас, за годы независимости, можно вполне пересчитать названия полнометражных фильмов по пальцам одной руки. Если прибавить еще короткометражки, то будет достаточно пальцев в двух рук. Вот такой неутешительный итог независимости, по крайней мере, для кинематографа. Классика молдавского кино была не только перенесена в цифровой формат, но и отреставрирована. Еще один подарок России – Молдове. Елена Пахомова из Кишинева специально для RTVI.